Добрый день! Сегодня в рамках рубрики «Бизнес с армянским акцентом» Ассоциация армянских предпринимателей в гостях у Гайанэ Бриёвой, основательницы ресторана Гайанэс. Добрый день, Гайанэ! Спасибо, что приняли нас в вашем уютном ресторане. Нам было очень интересно было бы послушать историю вашего успеха. И первый вопрос, конечно же, связан с тем, что сподвигло вас начать бизнес в ресторанной сфере? Благодарю, мне тоже очень приятно, спасибо, что проявляете до сих пор интерес ко мне и к моей деятельности. Начала я в далеком 94-м году и в качестве официанта, когда приехала просто в Москву и не имела никакого опыта вообще ни в какой сфере никакой деятельности не вела до того момента. Мне было 19 лет и это была первая моя работа. Уже тогда она мне очень понравилась и я себя чувствовала очень уютно в пространстве, где можно обслуживать гостей, где можно создавать какую-то атмосферу и всего за пару часов сделать человека более счастливым. Тем более мне кажется, что этот ген гостеприимства в нас заложен изначально. А дальше, если по-настоящему, когда я уже приняла решение, что именно этим бизнесом я буду заниматься и буду заниматься серьезно и надолго. Это был 98-й год, когда был дефолт в Москве. Я работала на Московской центральной фондовой бирже и тогда биржа закрылась полностью. Меня уволили. Я вспомнила, что я была очень счастливой, когда работала в ресторане и пришла уже в этот бизнес в качестве менеджера. А в 2000 году и в 2001 году уже открывала свои собственные проекты. Сколько сейчас ресторанов у вас есть и как вы расцениваете в целом стратегию развития вашу и какие планы на будущее? На самом деле на сегодняшний момент у меня два проекта в Москве. Это проект ресторан ГНС, в котором мы находимся, собственно говоря, с вами. Ему уже 11-12 лет. Я уже точно не знаю. Мы спорим по этому поводу. Сколько лет ресторану? Мне кажется, 2008 года мы открыли. И поэтому ему на самом деле больше. И проект Вегануты, который я курирую, веду как бренд-шеф, как лицо проекта. Такие планы на будущее. Вы знаете, на самом деле в каком-то определенном возрасте были амбиции много-много проектов, потому что за период, когда и пандемии один проект был закрыт, и чуть ранее был один проект закрыт. Это такое, проекта было закрыто намного больше. У меня было в Фраге, как бы, да, проект тоже. Но на самом деле таких вот именно амбиции много, вширь, как бы, нет. То есть я за очень качественное, как бы, ведение твоего бизнеса. Очень такой женский подход, когда ты вот щепетильно относишься ко всему и с таким трепетом относишься. Какие планы на будущее, я мечтаю в Ереване иметь свой проект. Я имела там проект в качестве бренд-шефа. У меня был проект «Акцент» Байга и Найбреева, который я курировала больше трех лет в качестве бренд-шефа, где была представлена моя кухня. А сейчас, конечно, я бы хотела, вот я прям вижу себя в Ереване, я прям вижу, визуализация в Ереване, очень уютном каком-то месте, где есть возможность прямо самостоятельно тоже готовить что-то, встречать гостей. И вот это меня очень сильно вдохновляет. Поэтому, наверное, это то ближайшее будущее, которое я очень хочу реализовать. Очень приятно, что видите свои будущие шаги, связанные с Арменией. Расскажите, почему люди выбирают ГНС? В чем ваше конкурентное преимущество или отличительная особенность? Вы знаете, на самом деле, так как ресторан очень давно открылся, и на тот период я помню, очень много было сетевых проектов, очень много было таких вот крупных проектов, когда именно там «Гинза Проджект» открывал, там «Новиковский», там прям много, да. И каждый раз я говорила о том, что мы точно придем к тому, что наши проекты будут не обезличенными. На тот момент еще были такие более обезличенные проекты там, да. И я чувствовала, что мы все равно придем к такому европейскому подходу, когда идут к хозяину, когда идут к человеку. Человек идет к человеку. И это, наверное, самое основополагающее, потому что проект мой всегда был очень таким чувствительным с точки зрения личности, с точки зрения передачи вот тех ценностей, которые у меня есть, да, такого кода, о котором я говорю. И мне кажется, вот это чувствуют люди, что это семейный проект, и людям нравится ходить в гости. Вот он, наш проект про это. Мы знаем, что армянам присущи довольно разные черты характера. Скажите, как в вашем случае вам помогла или, может быть, даже помешала вот армянское происхождение в вашем бизнесе? Армянское происхождение никогда мне не мешало. Я всегда очень гордилась своим армянским происхождением. Я бы так сказала, где была возможность, ее не немножечко хотя бы выпячивать, я ее делала всегда. Очень интуитивно и очень честно, как бы, то есть без того, чтобы, без специального какого-то там притворчества. И поэтому оно всегда очень хорошо принималось всеми абсолютно, потому что чувствовалось в этом искренность. А люди любые, совершенно любой национальности чувствуют искренность. Поэтому, если говорить о происхождении, то оно, безусловно, не мешало. А если говорить о каких-то чертах, вот характера и так далее, то, скорее, то, что я и сказала в начале нашего разговора, вот этот вот такой код, который имеет каждая армянская женщина. Генетический. То есть генетический код. Код того, что ты просто воспринимаешь это очень естественно, когда ты обхаживаешь, когда ты обслуживаешь, когда ты просто создаешь вот ту ценность, ту атмосферу и, конечно же, вкусная еда. Это то, на чем мы выросли. И то, что, безусловно, является такой сильной чертой ресторана ГНС. С какими сейчас основными сложностями, может быть, вы сталкиваетесь в сфере ресторанного бизнеса? И что вы можете посоветовать людям, которые только хотят начать или сделать свои первые шаги в этой сфере? Вы знаете, в каждый период какой-то там жизненного цикла моего предприятия, вообще в ведении бизнеса моего, я сталкивалась с разными проблемами. И я очень хорошо помню тот момент, когда я училась в Академии народного хозяйства на MBA, повышение такой квалификации. И я помню, как мне сказали, ты должен самое первое сделать – перестать говорить, что это проблема. То есть вообще слово «проблема» ты должна убрать из своего лексикона и назвать это задачей. И как только ты это называешь задачей, в эту минуту ты просто видишь решение. Потому что задача эта предполагает некие решения, которые должны прийти и цели, которые ты следуешь. Поэтому с этой точки зрения в разные периоды, я помню очень хорошо 98-й год, я помню 2008-й, я помню 2014-й. И я помню, когда просто мы все аренды были в долларах, и мы зависели от этого бешеного курса. Конечно же, и сегодняшняя ситуация, она не способствует, потому что бизнес, он очень чувствительный. Всегда, когда ты находишься в сфере услуг, и человек может отказаться от этой твоей сферы услуг, то он, в принципе, может от нее отказаться, и ты начинаешь терять убытки. И мы, конечно же, переживаем разные планеты. И сейчас не самый хороший момент в ресторанном бизнесе. Как только возникает какая-то задача, какая-то сложная ситуация, то мы сразу проваливаемся каким-то образом. Потом опять выравниваемся. Человеку это свойственно. Сам человек, как он функционирует. То есть он переживает, в этот период ему ничего не надо. Потом он, наоборот, радуется, что все, наверное, вырулится. И опять мы становимся для него интересными. Поэтому, что бы я посоветовала? Если сказать немножко саркастично, как бы, да, то, что я говорю всегда. Если у вас есть возможность не открывать ресторанный бизнес, не открывайте. Это, как бы, очень искренне. И там нету тоже такого притворства и так далее. Потому что он про... Это бизнес, которым ты должен жить 24 часа в сутки. Это не бизнес, который ты можешь закрыть и перестать об этом думать. Это не офисный бизнес, когда ты в 6 часов заканчиваешь свою работу. Находишься ты здесь или нет, и 24 часа в сутки переживаешь за то, как все это функционирует. Начиная от того, насколько ты справился с теми или иными задачами, насколько хорошо у тебя работает персонал, насколько ты... Новые нововведения вводят каждую минуту. У нас... Вчера я 3 часа обсуждала с бухгалтерами ситуацию, которую вводят буквально сейчас. И мы должны сейчас вот прям обучиться. Мы постоянно учимся. И более того, мы учимся не только, чтобы становиться лучше с точки зрения сервиса, но каждую минуту, вводя тот или иной закон, мы становимся просто более подкованными и начинаем заниматься весь бэк-офис тем, чтобы вот этот бизнес дальше функционировал. Поэтому он такой многолекий, как бы, ресторанный бизнес. И в нем очень много всего. Это и юридическое сопровождение должно быть очень таким, как бы, грамотным. Это и понимание всех технических, технологических процессов, потому что это производитель. Я всегда говорю, что я производитель. И я воспринимаю рестораторов как производителей, которые производят продукт. Мы берем что-то, готовим что-то, производим и продаем эту услугу. И плюс ко всему прочему, это мощный инструмент того, насколько необходимо в нашем бизнесе быть на 100% стрессоустойчивыми. Потому что человек может прийти с любым настроением, с любым запросом. И ты должен просто суметь создать вот эту возможность, когда он уходит отсюда счастливым, когда он уходит удовлетворенным. А еще лучше, когда ты превосходишь его какие-то ожидания. Вот это такой высший пилотаж для нас, когда мы понимаем, что yes, мы справились. Поэтому, если есть вот этот потенциал у человека, эта энергия вот в таком большом размахе, вот он обладает этими качествами физическими, умственными, эмоциональными и душевными, то он добро пожалует в ресторанный бизнес. Наверное, так. Мой любимый вопрос, который я задаю нашим армянским предпринимателям. Выведите, пожалуйста, формулу своего личного успеха. Что прибавить к чему равно успех? Или что смешать с чем равно успех от Гаяны Бриевой? Такая кулинарская может быть такая тема. Любовь, потому что только через любовь ты можешь созидать. И она проявляется во всем. Любовь к людям, которые работают с тобой в команде. Любовь к гостям, которые готовы выбирать тебя ежедневно. Любовь к продукту, который ты создаешь. И мне кажется, это основополагающее то, что во мне это, наверное, такая формула моего личного успеха. Хотя я тоже так отношусь к этому, знаете, скептически, что такое успех. Это исключительно то, что ты успел сделать. Поэтому успех ли это или это просто я успела что-то создать в своей жизни. Поэтому трудолюбие, если банально, понятно, это трудолюбие, это навыки, знания, готовность дальше учиться, харизма и любовь. А если честно, то это любовь, любовь и еще раз любовь. Красивый подход. Спасибо, Гайане. Вы знаете, что сейчас в Армении многие молодые предприниматели делают крупные шаги в сторону выхода на российский рынок. Как вы расцениваете этот шаг со стороны многих армянских производителей, которые сейчас своего рода заменяют тех производителей или те большие компании, которые ушли с российского рынка? Как вы расцениваете этот шаг? Получится ли у армянских производителей, предпринимателей с таким размахом зайти на российский рынок и быть своего рода альтернативой здесь? Очень положительно это оцениваю. Просто крайне положительно, если можно использовать это слово. Потому что я давно об этом говорю. Я считаю, что ниша, она не занята. И если наши предприниматели осознают ресурсность этого потенциала этого рынка и сделают все шаги для того, чтобы его заполнить, то однозначно мы останемся здесь надолго. Очень надолго и очень хорошо. Потому что то качество, например, если я даже возьму вина. Единственная проблема, опять-таки не проблема, но задача, с которой столкнутся наши виноделы, это ценообразование. Потому что даже я как ресторан оцениваю, что те вина, которые мы получаем, они чуть-чуть дорогие. Если мы хотим конкурировать, если мы хотим, чтобы они были питкими и чтобы много проливалась вина. Либо нужно понять, почему это так происходит, логистически. То есть где какая цепочка, которая создает вот это вот препятствие, чтобы они были более доступными. И поэтому, когда мы говорим вообще о производителях, то здесь важно, безусловно, качество, цена. И умение выстроить всю эту цепочку так, чтобы до конечного потребителя мы получили тот продукт, который будет конкурентно способным, который будет абсолютно качественным и который останется уже таким как бы основой для того, чтобы это вошло в обиход каждого потребителя. Это очень важная цепочка. Как создать? Потому что мы очень хорошо понимаем, что мы на самом деле не продаем продукт, мы продаем все-таки какую-то эмоцию. И это тоже не просто слова, и вот эта эмоциональная составляющая, если вот оно будет, вот это вот легендарных наших продуктов, качества, фермеров огромное количество, потрясающих, с которыми я познакомилась в Армении. И маленький один фермер не может выйти сюда. Но если это будут производители, которые будут ценить и маленьких фермеров в своей цепочке, это мне было бы приятно. Потому что, когда ты крупный производитель, это хорошо, замечательно. Ты своими миллиардными, миллионными инвестициями заходишь и каким-то образом забираешь ту или иную нишу. Но мне было бы привлекательно, если бы и небольшие поставщики продуктов, небольшие поставщики не только продуктов, вообще всего вообще. Сейчас рынок такой, что и наши дизайнеры могут здесь зацепиться и очень хорошо. Хотя я очень люблю, очень ценю российских дизайнеров, потому что большое количество уже есть потрясающих, качественных бизнесменов. Но очень хотелось бы, чтобы и армянские дизайнеры сюда пришли с прекрасными своими продукциями. И продукты питания, и вино, и вообще все, в принципе, может заполнить нишу. Я уверена, что это будет потрясающе, это будет очень круто. Я держу кулачки. Спасибо. Спасибо, Гайанес, за интересную беседу. Мы желаем вам всяческих успехов в процветании вашего бизнеса. Ну и, конечно же, будем ждать открытия вашего нового ресторана в центре Армении, в Ереване. Да, да, да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok